Ух, ёб! Это, наверное, тот самый выброс, о котором меня предупреждают, Сидорович. Что ж за выброс-то такой? Ёпта, чё ж делать-то, а? Тут пережду. Чё, и деньги пропали, а чё ж делать-то? Ну-ка, ну-ка, чё там? Может, просто гроза? Да нет. Ох, трухает. Ёпта. Сталкеры, внимание, идёт выброс. Повторяю, идёт выброс. Заветую всем срочно подыскать укрытие. Я в укрытие. Я надеюсь, я в укрытие. Надеюсь, я в укрытие. Итак, ребят, всем привет. Мы начинаем серию Армсталкер. Это мой первый запуск. И он, конечно же, в записи. Насчёт трансляции потом обсудим. Ну, ухьё. Лайпочки на матрасик. Ну, хоть не так больно-то, а? Нормально всё. Я в укрытие. Всё будет нормально. Держись, Билли, держись. Да, уши. Да, ничего не слышу. Не слышно ничего. Да. Я ничего не слышу. О. Вроде успокоилась. Пойдём посмотрим. Тихо вроде. Нормально всё. Пошли. Вот это неприятность. И нет никого. встретил ребят, подсказали, что волк мне нужен. Он поможет мне чем-то. Их, неужели ж это проводник-то? Мы же договаривались с ним. Вроде нормальный мужик был. Как же ж он мог? хм... Это здесь, наверное, староста живёт. его кабинет, наверное, сюда, наверное, нельзя входить. И вот и не знаю, как мне поступить. Так. Есть кто? Да. Вот такой вот, ребята, мой первый заход. Оказался я без денег. Я должен-то обыграть. Вот, должен как-то заработать. Но проблема в том, что, ну, хотя бы тысячу онку мне подкинули, что ли. Вот у меня припасы все. КПК у меня нет, ничего нет. Всё покупать надо. Я даже не могу проследить за своим состоянием. Ну, так-то всё нормально. Но я ж не знаю. Я ж голодаю. Пить и есть хочу. Как это проверить? Немножко поснимаем. Немножко пройдёмся. Вот. В принципе, заход нормальный. Играя, ну, как? Ну, по FPS ещё регулировать. Но опять-таки, нужен КПК. Без него я не смогу. Ребят, немного тут. Ну, вроде как, адекватные все. Триняли меня, кстати, нормально. Провели экзамен. На проверку правил лора. Ну, в принципе, я справился. Не с первого раза, конечно. Сам попросил их переэкзаменовать меня. Потому что, ну, действительно, это моменты, их нужно знать. Вот я ещё не раз, наверное, буду перечитывать. Чтобы не накосячить. В первый же день. Ну, плюс ещё немножко волнуюсь. Так как что-то новое для меня. Ну, я уже пробовал-то, конечно. Но всё равно. Вживаться в роль заново это. Ещё на новом сервере. С новыми ребятами. Ну, в принципе, моё впечатление первое. Ребята приняли хорошо, адекватно, в принципе. Без каких-либо там особых заморочек, в принципе. Вот. Не получалось мне первое время зайти. Были нюансы. И даже сейчас я не знаю, правильно ли я запустил. Вот. Сейчас закончим. Пойду почитаю. Нахожусь в деревне новичков, как бы. Ну, это не по РП, а сейчас так. Для зрителя. Вот. Жду. Жду, пока тут объявится старостно. Иначе мне удачи не видать. Я сейчас продемонстрирую, в принципе. Так я баланс, в принципе, проверить не могу у себя. Ну, пошли подойдём к Сидоровичу. В принципе, цены. Вот что мне понравилось. Цены адекватные. В принципе, был бы у меня стартовый капитал. Я думаю, я бы смог уже куда-то отправиться. Что притащил? Что притащил? Вот. Ничего не притащил. Нечего тащить. Вот мой баланс. 0 рублей. Я, конечно, это отыграю. При том условии, если я тут не сдохну от голода и жажды. Колодец, в принципе, есть. Но как набрать в нём воду, я не знаю. На колонку это не похоже. Здесь воду набрать нельзя. Ну, и видно, визуально, там земля засох, колодец. Чё поделать. Где-то ж водичку можно набирать. Я думаю. И ночь. Я зашёл в ночь. Я вижу, что святая. Тоже ближе к утру. Но сколько времени, я тоже проверить не могу. Часов у меня нет. Всё покупаем. Пахти-пахти-пахти. И вот в ТСе проблескивается голос. Бах-не-бах, это не знаю пока. Надеюсь, не помрём. Нужно подумать, подумать. Можно было бы с кем-то пойти, но кто ж меня возьмёт? Кому я нужен? А Триша увели. Да. У него там поинтереснее. Чуть-чуть я не успел, я бы с ними пошёл. Даже без денег. Думаю, как-то протянули там втроём. С интересным человечком он ушёл. Я бы хотел с таким пообщаться, да. То ли клон чей-то, то ли непонятно. Но посмотрим дальше, что тут будет. В принципе, сервак, ну... Интересный. Попробуем. Я так понимаю, один из топовых. Может, ошибаюсь, конечно. Томат на него бомбил, но томата слушать это тоже дело такое. Хотя я смотрел его видео, может он там и прав был в чём-то. Но зная томата и его скверный характер, я не удивлён вообще. И помнится мне его первые видосы, как он там друзей своих бросил, забомбившим. Ну, даже если ты забомбил, они без патронов. Ну, как же ты мог? Томат. Они же тоже люди. Он, конечно, к ним вернулся потом. А вдруг бы не вернулся? А вдруг бы их там не было? Тут так не поступают. Тут до конца надо идти уже. До базы бы довёл и хотя бы там уже бросил. Так, что тут ещё рассказать? Ну, вот... Кстати, Сидорович передавал погоду нормальную, в принципе. Ну, как нормальную. Говорит, будет холодно. К концу недели обещали потеплеет. 6 градусов будет. Кружит тут возле костёрчика, в принципе. Чё, греюсь. Температуру тоже проверить не могу. Люди. Есть кто? Люди. Нет никого. Не знаю, как я ночью буду снимать. Надо и кричать тут иногда. Вот даже не знаю, чё делать, чё делать. Я бы пошёл погулял, но я же умру. Ха-ха-ха. Я же даже без оружия. Даже водочки нет. Хотя до сотки бы я дотянул. Ну, чё мне сотка-то? Инстинкт подсказывает... Инстинкт самовыживания подсказывает мне, что надо идти к людям. Или тут ждать неизвестности. Будет староста, не будет. Может, к утру вернётся. Может, они пошли куда-то. Так, по звукам, чё сказать. В принципе, нормально, но я бы ещё подстроил. Так, музыка была. Чё там написано-то? Да, и, кстати, вот, может, кто-то прочтёт. Я чё-то не понял сейчас. Так. Поднять кузов, поставь упор. Да, была такая надпись. Во, доска с объявлениями. И тут то ли на грузинском написано. Я чё-то не пойму. С 20.00 до 6.00 мета какая-то. На Погор. Поли Т. Экто. АТО. Не знаю, чё за язык такой. На грузинский чём-то похож. Не факт, что это он. Ну, чё-то написано с 21.00 до 6.00. В принципе, время идёт медленно. Мне это нравится. Вот. Осталось выяснить момент, когда тут кто-то появится. Так как Триша увелил, мне тоже помочь ничем не может. Мы ещё должны с ним отыграть встречу. Как-то завязаться с ним, познакомиться. И путешествовать, исследовать зону дальше вместе. Ну, посмотрим, получится у нас это или нет. Пока всё идёт не по плану. Ему по-хорошему надо было остаться. Ну, в принципе, ничего страшного. Вернётся. Надеюсь, его там... Ничего с ним не случится. Потому что, пошёл он с подозрительным человеком. Да. Посмотрим, посмотрим. Вот ты не айс туда-сюда. Нет никого. Пошли, может, Сидорович. Есть вот и говорящий Сидорович вроде. Может, не тут, конечно. Даёт задание, всё такое. Ну, чё? Ты что, уснул? Нет, Сидорович. Денег у меня нет. Может, выручишь чем, а? Ну, я не знаю, тут может. Траву покосить там. Деревья подрезать. Обстановку разведать, может. Ещё чё? А, Сидорович, чё молчишь? Ну, понятное дело, не знаешь ты меня. А? Не даёт. Ну, чё делать-то? Пойдём, наверное, спать вверх. Не, ну, можно ещё подождать, пока не подыхаем. Люди есть кто? Можно было с той группой побежать, но подозрительные они. На бандитов, похоже. Или гопников. Мне и отбирать-то, в принципе, нечего. Можно было и пойти с ними. Может, привели куда-то. Но, если бы у меня был выбор, я бы лучше пошёл со сталкерами. Поэтому, ждём. Ждём, ждём, ждём. Чего ждать-то только? Уже и выброс был. Так, а никого нету. Ладно, чё, спать пойдём, наверное, туда. Молнии какие. А может, у них тут всегда так мрачно-тёмно. Да не, я думаю, день у них тоже есть. Так. Ну, тут явно спать нельзя. Туда нам пошли. Так, вот такой вот первый день, ребята. Дальше будем посмотреть. Так, ну что ж. Тут я, наверное, ляжу. Так, оно как бы красиво лечь. Так, медицина. Нет, медицина. Так, не так я лёг, наверное. Вот так вот, наверное, будет правильно. Это чё, я чё-то делаю? Или погоди. Есть кто? Есть кто-то живой? Нет, никого. Так, ну что ж, ребят. На этом прощаюсь с вами. Давайте, парни. До следующих серий. Серия такая, скучная, неинтересная. Это стартовая. Вот так обозначил её. Коротенькая будет. Всё, ложимся. Прямо на ящичке. Да нет, так не пойдёт. О, вот так вот нормально, да. Ну что ж, ребят, отрубаемся. Давайте, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok